Часть третья. Жизнь моя пошла внешне, обыденно, но внутренне. Я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке и изнурительно страстных свиданий с ней по ночам. Она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал. И все мучительнее и восторженнее следят тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным летним порядком. Встречи утром, купание перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад. Что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова. Или варили варенье на тенистой полянке под дубами, недалеко от дома, вправо от балкона. В пятом часу чай на другой тенистой поляне, влево, вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом. Я с Натали против Сони или Соня с Натали против меня. В сумерки ужин в столовой. После ужина Улан уходил спать, а мы еще долго сидели в темноте на балконе. Мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила, ну, спать. И, простясь с ними, я шел к себе с холодеющими руками, ждал того заветного часа, когда весь дом станет темен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бегут карманные часы у моего изголовья под нагоревшей свечой. И все удивился, ужасался. За что так наказал меня Бог? За что дал сразу две любви? Такие разные, такие страстные, такую мучительную красоту, обожание Натали и такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости, и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день, и все это рядом с Натали. Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне, «Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали недостаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать». Натали тоже, а нянька, конечно, уже уверена в нашем романе, и небось наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный обрыв, уводи ее иногда гулять по вечерам. «Это ужасно. Я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза. Временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь одарка, вцепиться при всех к тебе в волосы. Да что же мне делать?» Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала ни то страдать, ни то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились. Но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты, полулежа на диване. «А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся». Она резко взглянула на меня. «Как это?» «Мой кузен, Алексей Николаевич Мещерский». Она не дала мне договорить. «Ах, вот что, ваш кузен, этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом. И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?» Я испугался. «Натали, Натали, да что вы так строги ко мне? Даже пошутить нельзя. Ну, простите меня», — сказал я, беря ее руку. Она не отняла руки и сказала. «Я до сих пор не понимаю. Не знаю вас. Но довольна об этом». Чтобы не видеть ее томительно влекущих к себе теннисных белых башмачков, в кость подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из засада туча, тускнел воздух. Все шире и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождьевым ветром. И меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное на все согласное счастье, что я выкрикнул. «Натали, на минутку!» Она подошла к порогу. «Что?» «Вздохните, какой ветер! Какой радостью могло бы быть все!» Она помолчала. «Да». «Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имеете против меня?» Она гордо пожала плечом. «Что и почему я могу иметь против вас?» Вечером, лежа в темноте, в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали. Звезды только кое-где мелькали в темных облаках. Слабо тянул он со стороны реки вялым ветром, так дремотно журчали лягушки. «К дождю спать хочется!» Сказала Соня, подавляя зевок. «Нянька сказала, народился молодой месяц, теперь с неделю будет обмываться». И, помолчав, добавила, «Натали, что вы думаете о первой любви?» Натали откликнулась из темноты. «Я в одном убеждена. В страшном различии первой любви юноши и девушки». Соня подумала, «Ну, разные девушки бывают». И решительно встала. «Нет, спать, спать!» «А я еще подремлю тут. Мне ночь нравится», — сказала Натали. Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони. «Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами». Она ответила, «Да, да, мы нехорошо говорили». На другой день мы встретились, как будто спокойно. Ночью шел тихий дождь, но утром погода разгулялась, после обеда стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчеты в кабинете Улана. Мы сидели в березовой аллее и пытались продолжать чтение вслух обрыва. Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой. Я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилегавшие к ней выше кисти, и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал, все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал, «Ну, теперь почитайте вы». Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее грудей, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную, чудесную голову и, показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса. В разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко рожший в аллее среди берез красновато-серый дятел. «Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее цвета спелой кукурузы!» Она продолжала читать. «Натали, дятел, посмотрите!» Она взглянула вверх. «Да-да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела. Не мешайте читать!» Я помолчал потом снова. «Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков!» «Что? Где?» Я указал на скамью между нами на засохший птичий известковый помет. «Правда?» И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья. «Натали! Натали!» Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила. «Но вы же любите Соню!» Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отрекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы. «Это неправда!» «Неправда, неправда!» «Я ее очень люблю, но как сестру!» «Ведь мы знаем друг друга с детства!»